Основные пальцы – это вот этот палец и вот этот. Я стачиваю пилочкой отпечатки, иначе они царапают. Маникюр на кончиках пальцев – такую процедуру художница Екатерина Нижурина проводит всякий раз, когда начинает творить. Из-под ее руки на свет появляются запоминающиеся образы. Впрочем, создает она их тоже не совсем привычным способом – рисует пластилином. Это в принципе очень тактильно, как бы как-то успокаивает, чувство безопасности какой-то придает, ну мне лично. И мне им легко рисовать, потому что я понимаю, когда вот пальцами рисую, я понимаю, что я делаю. Если я пробовала красками, там же на кисточке краски, и они у меня как-то вот смешиваются, что получается просто мазня. Эту необычную технику рисования Екатерина открыла совершенно случайно. Пластилином начала рисовать, когда ребенок болел, сидели на больничном, делать было нечего. И попробовали с ним просто такую детскую картинку намазывать пластилином, вот как-то меня это зацепило. Сейчас полотен художницы смотрят десятки пластилиновых глаз. У Екатерины особое отношение к человеческим образам. Есть даже целая серия картин под названием «Лицо фирмы». Знак «Пешеходный переход», герой из игры «Майнкрафт», «Матрешка» и другие узнаваемые образы получились одушевленными. Екатерина часто берет за основу черты лица сына и людей, которые зацепили ее на улице. Правда, все герои очень грустные. Мне самое интересное – это лица людей, потому что больше мне как-то неинтересно природа, еще что-то. Меня это не трогает. А вот лица людей, они меня всегда прям зацепляют. Я даже фотографирую их так тайком на улице. Взять в руки пластилин Екатерина Нежурина решилась относительно недавно, около года назад. Дизайнер одежды готова сама часами сидеть над своими полотнами, а еще обучает этому новому искусству детей и пенсионеров. За год из-под руки Екатерины вышло столько картин, что хватит на целую выставку. Она открывается уже завтра в одной из арт-галерей Екатеринбурга. Юлия Данилова, Интера ТВ